Магистр культурологии Анна Панина участвует в конкурсе первый раз. Ученица епархиального женского училища написала работу о деяниях епископа Владимирского и Яропольского Платона. Он прожил 57 лет. 9 из них посвятил Владимирской земле. К примеру, создал семинарию при Рождественском монастыре. В некоторых, как и храмах, и домах были иконы с двумя перцесложениями неправильным. И он запретил это. Кроме того, в мужском монастыре было и две монахини. Они не должны быть в мужском монастыре, они должны быть в женском. Поэтому направил их в женской. Темы 14-го краеведческого конкурса охватывают временной период в 300 лет, начиная с 17-го века. Участники, а их более 400, писали о губернаторах того времени, предводителях дворянства, деятелях науки и культуры. Кроме того, конкурсанты выполняли творческое задание. Писали докладную записку государю. Ученики 31-й школы поведали Петру Первому о состоянии Града Владимира в стихотворной форме. Если у Града герб лев с короной, в лапе держит он серебряный крест, на ногах стоит окицарь зверей, фон гербатого алый цвет кумач. Среди конкурсантов учащиеся школы профлицеев, студенты колледжа и вузов, а также преподаватели. Победители определяли в шести традиционных номинациях. К тому же на этот раз выбрали абсолютного победителя. Им стала сборная команда из 36-й школы. Участие в конкурсе принимали и целыми семьями. Всего поступило 12 семейных работ. Представляете, как дерево, но дерево без корней не может жить. Вот так же и человек не может жить без того, чтобы знал он свою историю. И вот здесь надо просто подумать, что же дальше-то сделать. Вот это же не должно пропасть все. Это надо как-то обобщить, как-то надо сделать какую-то книгу отдельную и ее в школы распространять. Следующий, 15-й по счету, краеведческий конкурс планируют посвятить истории Владимирского спорта.